В планах федерального агентства на отрезке от аэропорта до въезда в столицу края через мясокомбинат улучшить дорожное покрытие, добавить грязи и шумоотталкивающие щиты, а также построить еще один надземный пешеходный переход. Этот уже существующий проект краевые власти предложили модернизировать, расширить узкий участок трассы к мясокомбинату от развилки с дорогой на Солонцы. Это вот от развилки, которая дорога идет на Солонцы и на мясокомбинат, мы просили, чтобы ее включили в проект реконструкции. То есть увеличение габаритов до четырех полос. То есть у нас здесь четырехполосное направление, объезд к мясокомбинату, он пока двухполосный, уже с интенсивностью не справляется. Но он в инвестиционном плане достаточно емкий, около миллиарда рублей будет стоить. Поэтому этот вопрос они взяли в проработку. Кроме того, обсуждалось строительство и внутригородских дорог, развязки четвертого моста к новому микрорайону Тихие Зори и улице Волочаевской, соединяющий съезд моста на левом берегу и улицу Копыловом. По предварительным расчетам строительство этих объектов дорожной инфраструктуры обойдется в 7,5 миллиардов рублей. Краевое правительство предложило схему софинансирования по принципу 50 на 50. Срок завершения всех дорог, как и гостевого въезда, конец 2017 года. Три объекта улично-дорожной сети. К концу 2017 года вот эта дорога от аэропорта, она также будет полностью готова. Это мы видим как своя обязанность Росавтодора. В ближайшее время будет правительственная комиссия. Аркадий Владимирович Дворкович возглавляет теперь комитет по универсиаде. И там будут уже более детальные вопросы озвучиваться. Но мы сегодня не видим проблем по объектам. Сегодня проблематики нет. Даже в условиях оптимизации федерального бюджета средства на подготовку универсиады, они не будут сокращаться. Все предложения краевых властей и окончательные суммы дорожных работ в рамках подготовки к универсиаде будут окончательно согласованы на бюджетной комиссии правительства страны в конце августа. Дина Володина, Всеволод Никитин. Новости.